Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала. С вами Армаг. И сегодня вашему вниманию будет предложено маленькое обучение по тому, как же поиграть в Герои Меча и Магии без лишних программ. Достаточно скачать версию героев, в которой у вас будет возможность играть с подключенным HD-модом. Ссылочек таких в интернете можно найти достаточно много. И если у вас стоит последняя версия HD-мода, запускаете лаунчер. Сейчас я вам даже попробую показать, как это будет выглядеть, когда вы скачаете саму игру. Вот, смотрите, есть у нас демонстрация экрана. Вот, собственно, примерно так будет выглядеть ваша папочка. Что в этой папочке с героями, собственно, будет у вас. Куча разных файликов. И вас интересует непосредственно вот такой вот файлик. HD-лаунчер. И когда вы его запустите, здесь вы можете в самом лаунчере выставить, с каким разрешением экрана вы хотите играть. Режим графики, там, с растягиванием, без растягивания и так далее. Стретч-фильтры, потоки, с какого экзефайла вы будете запускаться. Можете создать ярлык или HD-файл. Здесь можно подключать и отключать разные плагины с новыми возможностями в героях при желании. Если вы играете в полный экран, нажимаете полноэкранный режим. Если в окошке, то, собственно, играете. И, в принципе, даже если вы в окне запустите игру, ничего страшного не будет. Вот, например, игра запущена. Если мы нажмем с вами F4, она станет полноэкранной. После этого мы нажимаем еще раз F4, и она опять запускается, собственно, в окошке. Поэтому через F4 вы можете все это дело регулировать. Ну и когда у вас лаунчер уже настроен, вы выставили все, что вам надо. Там есть разные твики, настройки и так далее. Нажимаете играть, и у вас запустится, собственно, сама игра. Выглядит она таким вот образом. И что вам необходимо сделать? Вы нажимаете новая игра. Многопользовательская, поскольку вы будете играть не одни. Если вы играете за одним компьютером с кем-то, то вы можете, конечно, здесь выбрать горячий стул, так называемый, Hot Seat. Здесь ввести никнеймы для всех игроков. Максимум 8, сколько вас будет играть. Нажимаете ОК. И здесь по очереди будете, там, случайную карту выбирать. Выбирать, кто какими городами играет и так далее. И по очереди будете, собственно, ходить во время игры. Если в многопользовательской игре вы выберете TCP IP, то для игры через TCP IP вам нужны будут программы Hamachi, TeamViewer, GameRangers, Tangle и подобные. Но, опять же, это заморочено. Зачем вам эти заморочки? Либо, чтобы играть без программ, вам надо будет, собственно, локальную сеть настроить, что далеко не всегда возможно. Поэтому самый простой вариант, когда вы нажмете на многопользовательскую игру, это вот эта вот огромная кнопочка, которая называется Online Lobby. Нажимаете на нее. Если вы не зарегистрированы, нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться». Если зарегистрированы, то, собственно, вводите свой никнейм. После этого вводите свой пароль. Нажимаете «Войти». Попадаете вот в такое вот лобби. В данный момент здесь 68 человек, но бывает, в принципе, и несколько сотен сидит без проблем. Здесь можно, собственно, с правой стороны наблюдать всех игроков, которые сейчас есть в сети. Те, у кого перекрестнутый мечик, да, такой меч на меч наложен. Вот два меча обозначают, что этот игрок уже играет и беспокоить его не надо. Если же вот такой вот один мечик, то один мечик обозначает то, что игрок создал игру, и он сейчас ждет, пока к нему кто-то подключится. А те, у кого ничего рядом нет, они, собственно, не играют ни с кем и ничего пока что не ожидают. Далее. Белым цветом показываются те игроки, у которых не оплачено так называемое благо. И они могут переписываться в общем чате, они могут присоединяться к другим игрокам для игры, но они не могут сами создавать игры, чтобы к ним подключились. Зеленые это те, которые оплатили. То есть они могут и с одновременным ходом играть, они могут создавать игры, и они могут тоже подключаться к другим игрокам и переписываться как в общем чате, так, собственно, и в чате с другими игроками. Вот такая вот кнопочка, видите, в виде чатика, она открывает чат с теми или иными игроком. Есть англоязычная версия чата, можно ее читать. Есть русскоязычная. Раньше был еще польский чат, но потом все это дело уже подубрали. Далее есть еще кнопочка рейтинг. Здесь вы можете, зайдя в эту кнопочку, собственно, увидеть, кто сейчас находится на первом месте, сколько у него рейтинга, сколько игр сыграно, сколько побед, сколько поражений, сколько ничьих есть в наличии у того или иного игрока. И в этот же рейтинг вы тоже можете попасть. Игроков там очень много. Если вы будете листать вниз, то чат будет прогружаться дальше, точнее рейтинг, и вы сможете листать еще дальше. Дальше опять он прогрузится, опять еще дальше и так далее. То есть, так листать можно долго и нудно. Игроков, в принципе, в героях достаточно много. С левой стороны, если вы вот здесь посмотрите, то желтым обозначены те игроки, которые уже играют. Вы можете только слева посмотреть, кто создал игру, справа, кто к нему присоединился или как они назвали, собственно, игру. И те, которые обозначены беленьким, это те, которые создали игру. И написано от скольки игроков и до скольки. То есть, игра создана на двоих, но в данный момент там сидит только один человек. Значит, еще один может зайти. Если в созданной игре есть звездочка, это будет игра на рейтинг. Если же звездочки нету, в этом случае, вот как здесь, это значит, что игра играется просто так. Независимо, кто выиграет, кто проиграет, никто рейтинг в итоге не потеряет. Если стоит замочек, замочек обозначает, что там стоит какой-то пароль. Поэтому вы должны либо этому игроку, ну вот смотрите его ник, никос161. По алфавиту вы можете найти этого никоса. Вот, никос161. Нажимаете на чатик и здесь снизу начинаете ему что-нибудь писать, да, и узнавать у него пароль. Ну а второй вариант, это просто подождать, пока будут созданы игры, которые без замочков. Просто зайти туда. Вам достаточно нажать на человечка или на описание игры и нажать там присоединиться или войти. По-моему, вот эта вот кнопочка присоединиться, она станет активная. И вы сможете там уже с игроками переписываться и, собственно, играть и договариваться. Есть русскоязычные игроки, есть англоязычные. Поэтому имейте в виду, да, вот если кто-то пишет русскими буквами, ну это 100% кто-то русскоязычный. Если английскими, то там уже 50 на 50, как повезет. Нужно быть готовыми к зарубежным игрокам. В принципе, онлайн-переводчики вам помогут найти общий язык с теми или иными игроком. Есть как новички, так и опытные игроки. То есть поиграть вы всегда можете найти с кем. Что еще важного? Вот здесь вот есть шестеренка. Если вы хотите, чтобы был звук приходящих вам сообщений, ставите здесь галочку. Если не хотите, убирайте. И можете сделать возможность, чтобы вам писали только те, кто у вас в друзьях. А кого вы в друзья не добавили, никто вам писать не сможет. Это такая защита от спама, чтобы вас никто не раздражал. В принципе, тоже довольно полезная штука. И по поводу друзей. Если мы уже заговорили. Вот у меня, например, видите, стоят такие галочки напротив целого ряда игроков, которые сейчас находятся в сети. Как только кто-то из ваших друзей заходит в сеть, кого вы добавили, они будут у вас находиться в самом верху. Они между собой по алфавиту, а потом после них по алфавиту уже идут остальные игроки, которых вы не знаете. Допустим, вы хотите добавить кого-то себе в друзья. Вот кто-то вам понравился. Нажимаете по нему правой кнопочкой. И вот есть добавить в друзья. Также можно посмотреть, с кем он играет через правую кнопочку, если идет игра. Можно посмотреть рейтинг этого игрока. И вот видите лайки. У него 9 лайков. Это значит, что на 9 игроков больше его любят, чем, например, не любят. Есть игроки, которые во время игры, если видят, что у них все плохо, они просто выходят из игры. Если вы не пишут GG или GG, чтобы правильно сдаваться, это тоже важно, ребята. Если вы в игре хотите сдастся, пишите вот такое сообщение. Либо GG, показывая... Так, аж почему-то не могу писать. А вот GG вот так вот можно написать. И нажимаете Enter. Сообщение пишется через клавишу Tab. Во время игры. А Enter им отсылаются. Либо же пишите по-русски. GG вот так и тоже Enter. Таким образом, вам автоматически предложат сдаться игра. Ну и плюс там, где над часиками есть кнопочка с настройками, там тоже, нажав на кнопочку в виде компьютера, можно нажать сдаться, признать поражение. Как-то так называется эта кнопочка. Так вот, если вам попался какой-то недобросовестный игрок, который в итоге вышел из игры просто так, слинял куда-то или не сдался и вышел, а вы играли рейтинговую игру, вы можете нажать на него правой кнопочкой и добавить в черный список. То есть у него количество дизлайков будет, в принципе, расти. И вообще старайтесь заранее перед игрой с игроком договориться, по каким правилам вы играете или без правил, как вы будете выбирать города, потому что есть разные варианты. Торговля, черк, просто выбор или рандомными случайными городами вы играете. То есть чем больше вы заранее ваших моментов оговорите, тем меньше проблем потом у вас будет возникать. И переписка, даже если человек выйдет из игры, или что, она все равно останется, вы ее сможете, если вы участвуете в турнире, например, предоставить эту переписку кому-то. И ребята, которые посмотрят, они сразу же поймут, что там происходило и уже примут какие-то меры в этом плане. По поводу того, как получить благословение, вы можете нажать вот здесь вот кнопочку и там вам, собственно, будет описан целый ряд условий, по которым можно получить благословение на 30 дней с момента оплаты. И вы тогда сможете и с одновременным ходом играть, а не только в пошаговом режиме. И плюс у вас будет возможность самим создавать игры. В общем, основные моменты в плане того, как пользоваться лобби мы с вами вроде оговорили. Вот если хотите создать игру или загрузить игру для того, чтобы она вот здесь слева была показана другим игрокам, то нажимаете здесь «Новая игра». Здесь можете написать описание игры. Ну, например, вы можете написать, какой шаблон или карту вы хотите играть. Например, джебус, да? Можете написать таймер. Например, 6 минут. Или если у вас шахматный таймер, там 6 плюс 4 плюс 2, например. Первая цифра обозначает, сколько минут дается на первый день. Вторая цифра, сколько минут будет добавляться к тому таймеру, который у вас остался за каждый последующий день. Последняя цифра обозначает, сколько будет даваться вам за каждую битву, которую вы будете проводить дополнительно. Вне битвы этот таймер будет сгорать, а вот на битву будет даваться. А вот если в таймере закончились эти 2 минуты или минуту, или полторы, или сколько вы будете давать, в этом случае у вас будет начинать отбираться основной таймер. Если во время битвы у вас весь таймер закончился, в этом случае битву вы все равно сможете провести до конца, но как только битва закончится, автоматически игра ход за вас передаст дальше, и вы не успеете больше ничего сделать. Поэтому старайтесь таймер просто так не сжигать. Также, если вы хотите играть с кем-то конкретным, вы можете здесь написать какой-то пароль, и этот пароль написать тому человеку, с которым вы хотите играть, и тогда к вам никто больше не сможет зайти. Если вам все равно, с кем играть, вы этот пароль убираете. Также можете в описании написать новички или папашка, то есть серьезный игрок, как ты готов играть. Оха, это одновременный ход, это для того, чтобы к вам заходили только с одновременным ходом и так далее. То есть, чем больше пишите, тем в принципе лучше для вас. Здесь вы можете выставить, сколько игроков будет играть. Если на двоих, то можно вставить и убирать галочку, на рейтинг вы играете или нет. А если вы 3, 4 и 5, то тут уже рейтинг нельзя выставить. Это уже будет обычная фановая игра. Фановая игра, это значит, что игра будет на интерес. И нажимаете вот эту вот галочку, для того, чтобы создать игру. И все. Загружается игра точно так же. Нажимаете загрузить и, собственно, можно после этого создать. Если, например, есть какой-то игрок, с которым вы хотели бы поиграть и поиграть с одновременным ходом, но у него, например, нет денег для того, чтобы оплатить, ему можно подарить. Собственно, подписочку или благословение, правой кнопочкой находите этого игрока. И здесь есть подарить благословение. Нажимаете, оплачиваете для него и все. Он тоже сможет создавать игры. Он сможет тоже играть с одновременным ходом с вами. И таким образом вы друг другу сэкономите время для игры. Плюс есть турниры, где призом может быть оплачено лобби, так называемое. Есть даже турниры, где разыгрывалась годовая оплата лобби. То есть целый год можно бесплатно с полным функционалом играть. Ну а можно играть, в принципе, и по старинке, ребята. Через Хамачи, TeamViewer, GameRanger, Стангл и подобные программы. Либо просто по локальной сети. Или за одним компьютером, так как вы делали раньше. Но это будет проходить без всяких рейтингов, без вот этих вот переписок, которые здесь возможны и так далее. То есть таким вот образом можно поиграть через лобби. Вроде с лобби мы с вами закончили. Если видео понравилось, не забываем поставить палец вверх или вниз. Написать комментарий. Добавляемся в группу ВКонтакте. И следим за анонсами следующих стримов и видео. С вами был Армак. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok